Привет-привет! Друзья мои, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я знаю, куда вы уже смотрите, я знаю, да. Я тоже уже несколько дней вот сюда вот смотрю на Олю, потому что, ну, не смотреть, да, это невозможно. Я безумно рада представить своего гостя сегодняшнего в моем новом видео. Я вообще, еще все слова забуду от волнения. Оля, в Москве. На самом деле, мы первый раз снимаем с тобой видео вот такое совместно. Ну, то есть мы уже четвертый день пошел, как снимаем вместе, но вот так сесть и совместно снять за столом напротив камеры впервые. Да, так что если мы будем немножечко отвлекаться, тормозить, стесняться, буксовать, ну, как бы поймите, мы сидим на патриках и выбрали красивый фон с цветочком. Герань. Это герань? Давай нюхнем. Герань, я слышу по запаху даже просто смотря в камеру. Надо висик потрогать. Нет, я просто даже дрогать не буду, я просто слышу герань. У нас сегодня будет видео слепые за тесты от моей зрительницы Елены. Еленушка, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Я надеюсь, вы оцените, как мы подошли творчески к этому всему процессу. Давайте начинать без долгих вступлений. Собственно, тестировать буду я. Да. Я-та. Я не тестировала тоже. А, мы вместе. Да, я их не пробовала. Я думала, а ты меня будешь проверять. Я тоже не пробовала. А мы вместе проверим друг друга. Ответы есть? Конечно. Ответы есть. Первый пошел. Первый пошел. Десять ароматов, да? Шампанское. Я розу слышу уже. Божечки. Это шампанское. Дайте мне, подождите. Мы это знаем. Дайте мне вот. Не-не-не, подожди. Где-то... Все, это роза. Ну, это роза с шампанским. Да. Ну, что, домроса? Ну, не, ну, не домроса. Не, не домроса. Домроса у меня есть, она мягче. Это зарко-парфюм какой-нибудь. Розовая молекула 0,9. Алкогольность прямо активная. Ну, вот, мне кажется, это она. Девушка подпила. Пахнет розами и как бы бокальчик шампанского выпила. Как минимум, это роза и шампанское. И цитрусы, наверное. И взбитые сливки. Цитрусы. Да, потому что в зарко-парфюме цитрусами пахнет, но там есть взбитые сливки, они где-то в базе раскрываются. Я люблю шампанско-розные ароматы, но не все. Это кисловатый такой аромат, но я слышу в нем и взбитые сливки, как будто бы. А тебе не кажется, что вот тот человек, который вот так пахнет, как будто у него, ну, вчерашнее шампанское? Чудок перегара. Да. Есть перегарный, да, флёр. Из-за этого я вычувствую, брусника здесь, по-моему, не ощущается. Кислинка. Кислинка, это брусника какая-нибудь. Вот не ощущается, молекула зарко-парфюм, так поэтому я сразу говорю. И еще есть какой-то аромат, но я не помню, как он называется, но тоже на тему шампанское с розой и с брусникой. Ну, мне кажется, мы это знаем. Все. Роза, цитрус, возможно, мы ошибаемся. Это дорого или дешево? А ты, версию, ты тоже так считаешь, что это зарко-парфюм? Или только я так считаю? Нет, я не знаю зарко-парфюм. Ях не нашу, у меня нет ни одного зарко. У меня тоже нет, я тестировала. Это дорого или дешево? Ну, это типа вот зарко-парфюм. Зарко-парфюм это нишевый этот бренд. Значит, дорого, да? С облепихой аромат двухфазный. Ё-моё, у меня есть этот аромат. Это Мирочка, Элегантин, Эрмиссанс. Здравствуйте, роза. Я с ним не знакома. Мы угадали розу, мы угадали кислинку, потому что это розочка в ягодах. Здесь нет у нас на листочках. А ты вставишь? Да, я вставлю, конечно. Здесь нет у нас просто подсказок. Видите, у нас нет здесь нот. Но я знаю, что это роза в ягодах. Так что засчитываем. Чирс. И айсенький сок. У меня какого-то сомнительного цвета жидкость. Сера-буро-малиновая, слушайте. Выжжитый сок принесли. Моя девочка. Асенький свежевыжитый. Абресиновый, она обожает. Все, аккуратно. Ох, какой у меня базилик. Я пью овощи. Без алкогольных? Без, я пью овощи. Так, к тебе. Слушайте, у меня руки трясутся, как у алкаша. Смотри, какая тишина. Отволнение. О, это хорошо. Это хорошо, и я это вдыхала. Мне это нравится. Ой, какая гурманика. Это Шалимар, может какой-нибудь... Фланкер, ваниль, смола, какая-то шоколадная. Смотри, какого цвета, во-первых, да? Я древесину слышу. И да, это как-то шалимарная тема. Однозначно, что такое типа классическое, но благородный аромат. Мне кажется, это люкс, это не ниша. Древесная, ваниль, нехимозная. Нехимозная. Мне вот что-то герлен точно, что-то из герленов, как минимум. Ну, мне кажется, шалимар. Вы знаете, какой-нибудь ванильный шалимар, да? Ванилопланифолия, мелизин ирис. Я не знаю все названия. Станка. Это роскошно. Аромат роскошной женщины. Роскошная, да. Но вечер, да? Ваниль не ванильная, то есть не приторная, не... Не химозная. Не химозная и не гурманская. Не дешевая, дорогая ваниль, хорошая. Такая темноватая ваниль. Но монотонно. Да? То есть нету чего-то еще и чего-то еще. Такой шею, что будет сидеть на коже одинаково. То есть не будет такой линейно раскрытой, не будет пирамиды. Такое ощущение. А чувствуешь кожу какую-нибудь? Какую-то кожу, да, подтон кожаный. Я вот в начале ее даже услышала. Когда вот ты только распылила, даже со стороны. Подшерсточек. Подшерсточек такой прям. Сапожок нет, а вот какой-то... Утипуте. Вроде и нежно, но в то же время с когтями. Давай смотреть. Очень крутой. Очень круто. Я обносила, это дорого. Я обносила, знаешь, зимой. Бархат, кожа. Супер. Давай, раз, два, три. Нет, да что такое? Пинхаллиганс. С козой мы не знакомы, я не знакома. А шикарная коза. Это коза Дереза. А я, кстати, к ней вчера подходила, снимала в гуме. Но я их не перенюхивала. То есть я ее когда-то вдыхала, и она мне понравилась, но я не запомнила ее аромат. Шикарнейшая коза. Пинхаллиганс шикарная. Ваниль, соль, карамель. Мы угадали, что древесно, ванильно, что это сладко. Так, кожа где? Кожи нету. А кожа под тон такой есть, да. Табачок. И древесный аромат, ну вот, да, он такой, слушайте. Это древесный, сложный, восточный аромат, я бы так сказала. Кто не может никак добраться до фланкеров? Прям козой, я сейчас натрусь. Да. Кто не может добраться до фланкеров Шалимара, обратите внимание, потому что Пинхаллиганс есть в свободном доступе. Аромат номер Туа. Номер Туа. Нет зеленых усов от Мачо? Нет усов, нет. Прекрасные губы. Давай, что у нас в кадре на губах? Потому что это очень важно после каждого видео, блин, в комментариях, что у Оли на губах. Да, кстати, у меня очень все спрашивают. Может, что-то такое очень сладкое. Таня предвидела этот вопрос, но, вероятно, и не спросят, а, может быть, и спросят, я сразу просто покажу, потому что всегда почему-то спрашивают именно у меня, почему у меня, что у меня на губах. У меня микс, как всегда, Душко, Тю-Тю, Флормар 0,10 и Шосейда, по-моему, сняли с производства, это Нюд Нюдович, прям белый на губах, би-и-109, все. Шампуньами пахнет, мне шампунями такими, знаешь. Я не просто так считаю. Притом шампуни из 2000-х, 90-х, от конца 2000-х, реально, шампунь из прошлого, да. Свежо, сладко. Вот видишь, мы одинаково слышим, в принципе, сейчас аромат. Сегодня, да, слава Богу. Обычно у нас разнятся с тобой вообще, и вкус у нас разный. Вкусы разные у нас соли, да, от этого интереснее. Да, кстати. Шампуни, утренний аромат. Ну, а что это из парфюма может быть? Это люкс. Да, мне тоже кря-кря пахнет, но что это может из ароматов быть? А ну-ка, давай вот черканем на коже, потому что... Мне кажется, что даже роза есть немножко. На коже это прям... Это какая-то эскада, я тебе говорю. Давай. Это просто какая-то эскада. Нет, 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 я... А, не ходь? Вот, вот, эскада. Ты просто мазнешь. Это просто какая-нибудь айланд кис, там еще вот эти вот с сердцами были. Это как вот в стиле эскады аромат. У меня просто были эскады раньше, когда они были популярны, вот в этих вот, как сердца такие разноцветные с градиентами. Я от них тащилась каждый сезон, новый покупала, ну, правда, малютки. И одна у меня один раз айланд кис была сотка. Он чертовски нестойкий был, такой быстро выветривающийся, ну, мега конфеты. Я, кстати, его не допользовала, а подружке подарила. Ей были необходимы духи, а я же добрая душа. Добрая душа. Ну, это я сейчас не такая. Не такая и не всем. Выборочна. Совсем на салфетке по-другому. Просто махани на коже, просто эскада. Натираемся. Натирайся. Кто-то водкой, кто-то душками натирается. Мы душками сегодня. Мне чувствуется роза и трава, и шампунь. А мне вот такой вот а-ля айланд кис. Я уже такое не буду носить, наверное. Тропическая, очень тропическая, просто, просто. Это очень просто для нас. Такое для девчонок начинающих парфюмониячиков. Вот как я была тогда, сколько мне лет было? 21-21, когда я пользовалась той самой эскадой. С кислиночкой, малинка какая-то здесь есть. Фруктики, зеленинка. Ягодки, фруктики. Да. Но сейчас у нас настолько с тобой махровые носы, как бы. Они такие... Не-не, я такой не ношу, он уже давно. Но для начинающих норм. Какая-то груша или яблоко. Он не стрёмный, ну, в смысле, не отталкиваешь. Он просто лёгкий. Куда ты складываешь? Вот туда, за горшок. Давай, третий аромат. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Это... Ё-моё, это ниша махровая. Опус Кор. Вильгельм парфюмерии Опус Кор. Давай, что мы... Фрукты мы с тобой, что ягодки цвета отгадали, что он цирктовый. Тропический, я слышу тропики. Тропический. Вот тропики в стиле эскады он пахнет. Ну, не эскадой он пахнет. Ну, что я могу поделать? Тут Опус Кор. Цитрусовый мы не отгадали. Пудровый мы не отгадали. Почему? Мы кислинку отгадали. Вильгельм парфюмерии. Прикол, да? Я, кстати, их тоже вчера, они там есть. Ты ожидала от них вот это? Смотри, в каждом бренде может такой быть один какой-то простой аромат. Опус Кор. Один мега свежий, один мега простой. Вообще не ожидала. Один мега какой-нибудь Ут Удович. Одна... Это... Ут Какахович. Да. Дир Полич его стоит. Я думала, там все такие. Ну, как бы... Вот такие, знаешь, ароматы... А ну, ты понимаешь, эскады вдохновлялись на минуточку. Ну, серьезно, не эскады. Аромат номер четыре. Да? Да. Ваше мнение? Прикинь, получается, с козой только была знакома? Из всех этих. Я тоже. И то, однажды я ее дыхала. А, и я знала первую, он у меня в шкафу стоит. Нормально. Что-то мне вторит. Ну, то, что я его слышно хочу. Я хочу на руку. Ну, я тоже ее вот так припечатаю, припечатаю. Какая милая собачка. Господи, мой ребенок настолько терпеливый, вот ждет мамкины выступления, понимаете? Все мужья, дети уже дрессированные, уже знают, как себя вести, как себе не вести. Молодцы. Спасибо вам за это. Цветочный альдегидный, нет? Нет, альдегидов нет. Но что-то цветы... Трава, трава и зелень мне. Может, даже где-то специя какая-то. Не очень. Ну да, тоже не совсем ее, но он тоже нормально. Нормально. Немножечко так это. Тебе прям... Ретрит. Нет? Нет, я не чувствую ретрит. Ретрит в сторону типа нулевых, но не дальше, не более ретро. Нет, ну конечно, не более. Типа нулевые. Не бабкиным сундуком. То есть я... Куда что упала? Вырежем. Потом поднимем. Это зелень для меня и специи. Мне немножко ретрит. Мне цветами пахнет, немного типа лилии. Чуть-чуть, чуток индолит. Вот я сейчас слышу, да? Уже сменит начинка. Чуток... А мне кажется, лилейная такая индольность, потому что лилия тоже индолит. Я лилию чуть-чуть слышу. Нравится такое бы на сегодня? Нет, нет. Не твое? Коза моя, а это нет. Коза с тобой берем. Коза хороша. Не мое, и я не могу оценить нормально, адекватно. Ну, потому что, когда что-то не твое, ты сразу... И все, и у тебя такое... Да, я поняла. Типа не воспринимаешь аромат. Всерьез не воспринимаешь его. Ну, а то я пытаюсь проникнуться, я слышу как будто лилию. Ну, вот как минимум какие-то индольные цветы. Это дорого, люди, что? Судя по всему, что мы уже почувствовали, это скорее всего дорого. Ну, это может быть ниша вполне, типа... Ты думаешь? Ну, да. Ну, это как бы не хардкор, слушай. Нет. Ниша, но не... Ну, это цвет... Сратая, извините. А-а-а! Это Килиаса просто! Лиазон денджерос. Я его не знаю. Это опасные игры. Я не знаю. Роза, деревяшки, фрукты, мускус. Я в безопасные, я только в безопасные играю. Игры, да? Нет, я не знакома. Ты сказала цветы, ты сказала лилии. Все. А лилия есть? Ну, роза. Здесь нет нот у нас, видите? У нас только есть категория ароматов, нету нотов. Интересно, зайти в него, есть там лилия? Просто я ее слышу как бы. Прямо лилию слышу. Для цветочниц. Есть же девочки цветочницы? Девочки, да, для клубниц такие, которые клумбы любят. Которые любят цветочки, да. Вот для вас. Цветочный аромат, да. Цветочный, я сразу сказала, цветочный альдегидный, но там не альдегида, а вот какие-то свежие оттеночки. Аромат номер пять. Ну-ка, ну-ка. Какой-то цветной, слушай. Цветка. Розовый. Ну-ка. Ярко-розовый цвет. Пудровый. Косметический. О, это герленчик, наверное, линстант какой-нибудь. Нет, не линстант. Линстант более миндальный, здесь нет миндаля. А я чувствую миндаль. Да. Фиалка, миндаль. А я ирисы слышу. Ирисы тоже. Это линстант, мажик, наверное. Ну, либо что-то похожее из разряда. Нет, 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 не мажик сто процентов, нет. Прям нет. А что у них еще там есть из пудры? У них много, кстати, с пудрами. О, подожди. Еще мазать? Прикинь, вот мажешь по-другому совсем. Автоматически, вот просто в доли секунды другой аромат. Ну, ирисы, фиалки. Ирисы, фиалки, да. Миндаль, пудра. Пудра, пудра, помада. Помада, да. Миндаль, я не слышу. Может, маль, липстик? Нет. Липстик, как там она? Нет, липстик, нет, он более темный по очищению. Какая-то еще пошла, какая-то горечь пошла мне. Гелиотроп, нет? Да, есть что-то цветочное. Ну, помимо, я имею в виду, помимо гелиотроп, он же тоже пудра воздает. Я как, слушайте, этот, клоун только с белым носом, блин, они скраски. Он не сладкий, он цветочный, пудровый. Фиалка, ирис. Очень женственный, да, под платишком? Легкий, без корня ириса, потому что корень ириса, помадность, он более такой красочный, лакокрасочный. Если вы стерва, вам не сюда. И я не могу угадать, что это. Я хочу себе такой, я оставлю. Я хочу разносить. Блин, что-то, какой-то еще есть цветок помимо, помимо вот этих ирисов. Похож тебе на прадочку Аманды? Похож. Ну, там... А-а-а-а! Да, что у нас сегодня шиковые слепые изотесты. Мы идем по богатому. Круэль-гардене. 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 Да, белые цветы пудра. Круэль-гардене. Пудра, есть. Не мой аромат. Мускус. Не чувствую. Ты поняла, да? Я тестировала, не надо его. Мы фиалки угадали. Мы угадали цветы, ну понятно. Ну, это женность, конечно. Во флаконе. И я сказала в самом начале, что это герлен. Очень, кстати, вот девушка, которая тебе прислала, она цветочные любит направления, я так понимаю, да? Бело-цветочные, да? Розы у нас. Ну, как бы розы в основном-то... Ну, в смысле, в целом цветочное направление. Разное цветочное. Такие все ароматы, знаете, изысканные, да? Да, изысканные, элегантные такие цветочные. А это вам не какая-нибудь там эта кирка 20 кирков. Аромат номер 6. Мы сейчас пирожные кирки ели. Корзину из ягод, да, мы ели сейчас. Подожди, что-то я не понимаю, чем пахнет. Трава с горчинкой. Лекарственность какая-то. Полем пахнет. Полем, да, полевой какой-то аромат. Полевые цветы, может быть, желтый? Не ланг? Не нарцисс? Какой нарцисс, да. Какой-то нарцисс. Индолит. Полевое что-то. И травой, и индолом. Но я как бы жасмина не чувствую. Ну, не только жасмин. Не только жасмин индолит. Желтые цветы. Может, мимоза? Желтые цветы. Короче, полюшка мое, поле. Опять же, не мое. Не мое, не его. Цветочницы. Прямо мне не очень нравится аромат, если честно. А чем? Почему не нравится? Ну, потому что, во-первых, он зеленый, во-вторых, цветочный. Ни цветы, ни мое настроение, ни зелень. Ну, не мой вкус. Цветы, ни цветы, ни зелень. Сказала девушка с белыми цветами там в этой коллекции. Я люблю цветы, такие с гурманикой, я поняла. Здравствуйте. Ле Лаба. Ле Лаба, Омбреточка. Но я тоже с ним не была знакома. А я вообще ничего так... Я сколько... Мускусный. Очень жаль, что нету нот. Мы не можем понять. Да, мы не можем понять, что здесь есть. Омбрето 9, Ле Лаба. Я с ним, кстати, тоже не знакома. Вот, наглядный пример. Мускус. Я с ним не знакома. Подожди, какой-то байкер шумный едет. Заряженные тачки тут ездят. Порша. Порше. Омбрето мне, короче, не нравится. Первый аромат у Ле Лаба, который я тестирую. Все, что я знаю, что... Нам вот прям пахнет полем, понимаете? С пылью там, ну вот такого. Да, пыльный какой-то аромат. Я подумала, что это не может. Такие у меня одинаковые ароматы, слышно. Классно. Слушай, ну мы уже из одной тарелки едим третий день. Да понимаешь, у нас уже связь, понимаешь, связь. Не на шут, очко образовалась. Одной ложкой едим уже. Ты в целом относишься нормально к Ле Ле Лабе, ты их любишь? Да, я люблю очень их профил. Вообще, ну я бы не узнала даже, что это Ле Лабу. Я бы не узнала. Ты что, не похожа на них? У них обычно все из-под вы подверта. Глазовыколупливательница. Да, аромат номер семь. Потом попьешь, сделаем дело, а потом гуляем смело. Три аромата еще есть 12 минут. О, это приятненько. Это иланг, да? Это желтые цветы? Это жасмин? Мне нравятся такие цветы, мне нравятся. Мне вот тоже флэшбэти двухтысячные, нулевые, но по-приятному. По-приятному. Миндалюк. А я, наверное, миндаль есть, но притом он такой, как в Аманды Прадом. Он похож. Он нежный, он кремовый, как будто бы сливочный, взбитый. Мне хочется его покушать. Не понимаю, почему нельзя по такой узкой улице проехать тихо и не на скоростях. А для чего, ты думаешь, ставят вот эти вот торпеды сзади? Вот чтобы фигачить с утра, чтобы все знали. У меня торпеда, а не машина. Вот поэтому. Так, ну что, сладкий миндаль. У меня такое ощущение, что, во-первых, я его знаю, и я удивлюсь. Ну, не то, что я удивлюсь, и мне кажется, я его знаю. Это люкс? Мне кажется, что... Судя по всему, это, наверное, дорогая миссия опять. А мне кажется, что люкс какой-то... Ну, не, люксы я бы узнала. Люксы все узнаваемые. Красиво, это нежно. Это красиво, да. Нежно, свежо, цветочно, но цветочно опять какие-то цветы. Слышишь, какие-то цветы есть. Элегантно, слушай, элегантно. Тихая роскошь? Ну, такой на утро. Утренний аромат. Вот я слышу его утром прям. Красиво, я с удовольствием буду его носить. И мне вот такое ощущение, что мы сейчас... Ну, что-то будет, что было. Что мы знаем, и что, да, однозначно. Такое, кажется, что мы что-то знаем, а и... Не поймем, что это. Это твое бывшее ароматное... Какой позор. Ты поняла? Ты кокос слышишь? Слушай, а ну-ка, дайте мне натереться. Нет, ты понимаешь? Я говорю... Не, ну как... Подожди, где, во-первых, тройной одеколон? Не, минуточку. Я вообще-то слышу сейчас, дай его. Ну, почему я его не узнала? Потому что из-за климата, ты поняла? У нас он немного по-другому звучит, милая. Смотри. Я милая. Милая. Милочка. Милочка. Мунлайтинг хевен. Вы понимаете, я не узнала? Мунлайтинг хевен. Я его давно, кстати, не вдыхала. У меня почти выпарился запах даже с флакона. Флакон я еще не выкинула. Я все в надежде купить рефил. Ты выпила целый флакон. Да. Да. За два лета. Я его не покупала, потому... Я вообще фанат Киллиана. И я его не покупала, потому что... Он не такой в Москве, он не должен быть таким. Он не пахнет тройным одеколоном. Он не должен быть таким, он здесь... Вообще нету этого. Он проще гораздо здесь, в этом климате. Здесь проще. Он простой. Где вот эти вот все? Я бы его не влюбилась в Москве. Кокосы, сначала сливки, фрукты. Он гораздо у нас такой, знаете, мякотный более. Как будто мякоть... Кокоса? Нет, мякоть манго. Притом такая есть манго, несколько видов. Есть вот зеленый манго. Вот так зеленый манго пахнет, как в Израиле, нормально. А здесь... Нет, ну я вот сейчас я узнаю его, да? Ну, я сказала, что это что-то знакомое, и не удивлюсь, что я его знаю. Вот вам и махровые носы. Вот вам и за тесты, понимаете? Вот вам и махровые. Какие они у нас махровые? Нет, но... Смотри, стаж есть. Все-таки стаж у нас есть в нанюхивании ароматов, да? Боже, вы посмотрите, какой он. Ой, как это вкусно. Ой, как это вкусно. Аромат номер восемь. Ой, как это вкусно. Это прикольно. Это очень красиво. Это сладко. Ой, ой, какая амбра и вонит. Это жвачковая. Это жвачковая какая-то амбра. Амбра, которая с жвачкой. Да, это амбра. Я тоже слышу амбра. Может, куркиджан, гранд слайд? Слушай, прикинь, я шугаюсь вот этих моментов. Я же шугаюсь. Болыше. Это травма. Ася, не испугалась? Испугалась? Нет. Жвачковая амбра. Я слышу амбровость. Кока-кольность. Кока-кольность. Киллен. Бой. Бой, Киллен. Либо. Где еще есть кока-кола? В Монсерр есть тонка-кола. Там тоже есть амбра и кола. Как вариант, да, кстати, может быть, потому что... Но мне кажется, что это более изысканное. Менее сладко. Монсера прям сахарная. Потому что она с этой, с вишней. Монсера там доктор Пеппер добавлен. Да. Это вишню шлювы. Может быть, это знаешь еще что? Господи. Я больше не... У меня нет вариантов. То есть это бой Киллиан. Кока-кола, амбра, сладость жвачковая и дерево. Киллиан этот, который про пиратов, про ром, про... Нет, 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 сто процентов нет. Как он называется? Нет, Black Phantom. Нет, нет, нет. Он там шоколадный. Нет, 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 он совсем другой. Это вот как бы бой. Это шикардос. Унисекс. Это вкусно, вкусно прям так. Да, прям хочется идти за ним. Здрасте. Да что такое? Табака. Даже, блин, мой Монлайт не угадали. Табака фон букле. Значит, это... Это вкусно. И, кстати, табака, он как бы вдохновлен табако-ваниль. Том Форда. Вообще не похож. Ну, как бы, кто говорит, что похож? Нет, не похож. Я смотрю на микрофончике, чтобы мы тут не зря сидели. Нет, не похож, не похож. Ну, ты понимаешь, кока-кола, да? Кока-кольный прикол, да? Сладкий, ванильный, табачный. Приятный, прям очень вкусно. Очень хорошо. А Монлайт фу-фу-фу. В Москве он, я не знаю, кто его покупает. В Москве пользуется им вообще. Монлайт только для отпуска. Тогда он мягко, ну, для морского климата, для мягкого, тогда он мягко звучит. Для влажного, теплого климата. Девяточка. О-о-о-о. Вот. У меня шуха заложила. Ой-ой-ой-ой-ой. Зазвенело в ухе, правда. Мне это ретро, ретрит. 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 По-французски. Ретрит. По-французски. Ретрит. Это типа это, пенсия. Уходит человек на пенсию. Вот он типа ретрит. А сейчас, а сейчас хорошо. Да, раскрывается, всегда раскрывается хорошо. И всегда интересно, особенно на коже. Не, я не узнаю, у меня нет вариантов, что это за парфюм. Но это, короче, цветочная, слегка ретро в старте, когда распыляешь. Жасминистая. 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 Гело-цветочная, во всяком случае. Возможно, даже и лилейная опять, да? Лилейная. Ну, не лилейная, нет. Знаешь, что гордения может быть? Тубероза не было ни одной. Тубероза, во. Тубероза, точно. Сладкая тубероза, да? Свежая, с зелененькой. Так вариант, да. С зеленушкой. С зеленушкой. Красиво. Есть какие-нибудь мысли по поводу бренда? Нет, вообще мысли нет. Но это тоже ниша. Блин, дайте еще, мне кажется, я что-то сейчас нащупаю. Я такая, что ты там нащупать? Я его не знаю. Мне такое ощущение, что это аромат, который я не знаю. Вот если я Монлайт сказала, что я точно знаю и что-то это напоминает, сто процентов я удивлюсь, когда мы называем это. Сандал. Инжир, кстати, да. Сладкая мякоть инжира. Что-то мякоть, да. Что-то сладинка какая-то фруктовая есть, но она не приторная. Белые цветы и сливочность, да? Согласна? Белые цветы, типа лилии или тубероза. Ну, или жасминчик. Мне нравится. Мне нравится, потому что я чувствую инжир. А я люблю. А вначале ты сказала фу. Потому что была сначала ретро-нота. Ретро-нота. Кстати, не было ни одного альдегида. Ты заметила? Да, я заметила. Поняла, да? Холи пеони. Пионовый. Он пионовый и розный. И там еще я знаю. А мы сказали тубероза. И там есть абрикос, я знаю. Но здесь у нас нет как бы нот. Но я знаю, что он там есть. Зелень, пудра. Не, я не чувствую абрикос. А вот пион, да, сейчас уже открыли. Получается, да, пион, а не тубероза. Белые цветы мы сказали. Ну, пион же может быть белым. Но неважно. Не знаю. Мы сказали тубероза, а тубероза совсем не такая, как пион. Бывают зеленые туберозы свежие, бывает такая. И она пионом отдает? Слушай, я не цветочница в целом вообще. Но смысл в том, что мы ошиблись с цветком. Это не, это пион, да, про пион. Вот сейчас я типа его слышу, но мы сказали, что это тубероза зеленая. Но пион, он в целом такой свежий цветок, свежестью пахнулся. Женственно опять, по-девичьей. А куда вообще смотреть? Вот сюда, а я туда смотрю. Смотри куда-нибудь, куда хочешь, куда, куда, куда хочется. Так, у меня, подожди. Вчера мы глаз разделялся на несколько пикселей, чтобы следить за детьми. Спереди, сзади, с боков, чтобы машины не ехали, самокаты, эти мотоциклисты, эти машины. На затылок перемещался. Последний. Должна быть бомба. Давай, должна быть бомба. Подожди, какой-то Порш едет или он не сворачивает к нам. Очень громкий Порш какой-то едет. О, что там? Это хорошо. Холодный аромат ледяной. Холодный, леденцовый. Леденцами холодные. Мне кажется, альдегиды. Он по себе леденцы. Альдегиды обычно дают ледышку, снежинку. Боже, но он красив. Я хочу пшикнуть на руку, вау. Ну-ка. На, если хочешь. Нет, я вот так. Намазом. Слушай, как перед этим. Перед этой, заши крови. Ой, мне кажется, альдегиды и какая-то фруктовость. И вообще в целом аромат чистоты и свежести. Чистый аромат. И миндаль, по-моему. Опять же. Что не миндаль? Да нет, миндаля здесь нету. Миндаль сразу дает плотность, а здесь прозрачность. Вот тут прям, знаешь, гель прозрачный такой. Вот есть желешка. Десерт. Желешка разноцветная. Вот такое у меня ощущается. Леденцы в Мон-Пассиэ. А мне кажется, аромат чистоты и свежести и есть лед. Вот знаешь, какая-то альдегидность леденковая. Вот я ощущаю не чистоту и свежести. И мускус пошел. Мускусня пошла. Да. Это что-то нишевое. Но кремовая. Кремовый мускус. Не животное, не анималика. Ну и не такой, знаешь, белый, пушистый. Телесный. Телесный, да. Телесный, типа в кирке. Но это не кирке. Типа ты как бы чистый, но как бы спаснул. Слушай, какая-нибудь кассиопия? Нет, 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 нет. Это легче. Это нет. Это ниша, но на минималках. То есть это не кирке, не косамарате, это не терензи сто пудо. Потому что там жесть, я не могу их носить. Для меня это слишком овердос. А тут я на пшикала 4, и мне хорошо. Ну да, и кассиопия, она более, скажем, более лактонная, что ли. Она в лактонную сторону уходит. А ты чувствуешь тут лактонность? Я ощущаю, что Тициана терензи из-за мускуса этого. На меня сейчас сел этот мускус так, как на меня садится мускус кирки. Я нашла для себя очень классный мускус. Буквально недавно в Шанель, в бутиковой линейке 1957-й. И я слышу тут тоже какую-то вот чистоту, альдегидность, свежесть. И опять какое-то вот мыло, порошок. Типа я такая помылась, вышла и просто источаю свежесть. Вот у меня опять, мне кажется, это альдегиды, мускусы. Вот как поняла, мы просто в разные стороны мы с тобой пошли. Мне нравится. Мне тоже он нравится. Но я слышу леденцы, желешку, холодную такую с холодильничка. И вот мускус. Ну, ниша. Это не люкс, да? Да. Ну, как бы, не то, чтобы я топлю за Тициана, нет. Но вот просто мне кажется, что это что-то в ту сторону. А как ты думаешь, новая или старая? Старая ниша или новая ниша? В каком плане старая? Ну, вот буквально этот год или там назад? Нет, ну вот Кассиопея, когда вышла. Вот типа Кассиопея. Драку или Кассиопея. Парфюм с де Морли, Кассили. Это абрикосовый, который йогуртом персиковым пахнет. Он желтый флакон. Я знаю. Там нет альдегидов. Там просто йогуртовый, этот, йогурт. Ванильный, свежий, тропический, тропический. Персиковый йогурт. Вот я тебе говорю, Кассиопея у меня. А между прочим, вот это вот Кассили с Кассиопея перекликаются в моем понимании ароматов. Потому что легкая фруктовость, легкая тропичность с мускусом. И здесь же тоже мускусня кремовая такая. Там такая, типа ложка стоит. Все, друзья мои, всем огромное спасибо за ваше внимание. Нам было очень приятно потестить такие роскошные, дорогие ароматы. Действительно изысканные, тонкие, очень. Вы знаете, такие ароматы хорошей девочки, я бы их назвала. Да, кстати, да. Ты знаешь, вот, нет стервозности, нет вульгарности, нету декольте до пупа. Ну вот нету. Нет, нет. То есть такая девочка-университет. То есть ты девочка-студентка. Оксфарт, вы понимаете, Оксфарт. Девочка-студентка сладкая. Красиво, интеллигентно. И если вы цветочницы у меня, мои куколки, обратите внимание на эти ароматы, потому что, ну, это ода цветочностей было очень, как я уже сказала, тонко, изысканно. Да, все, друзья мои, всем огромное спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии под этим видео, какие ароматы из этих вы знаете, какие пробовали, какие у вас есть. Согласны вы с нашим мнением или нет, пишите обязательно, нам будет очень интересно почитать. Все, я на этом с вами потихонечку прощаюсь, до скорых встреч, всем пока. Пока!